По традиции фестиваль будет открывать Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский, юбиляр этого года. Правда, торжественная церемония с участием ульяновских музыкантов состоится на сцене культурного центра имени Славского в Димитровграде под управлением санкт-петербургского дирижера Ильи Дербилова. С ульяновским оркестром я не работал никогда, но это оркестр, который имеет такую очень богатую историю и надо сказать, что для дирижеров этот оркестр является легендарным, потому что он был создан известным дирижером Ленинградской школы учеником Евгения Александровича Моровинского, выдающегося дирижера Эдуардом Серовым. В программе концерта Ульяновского симфонического оркестра музыка Петра Ильича Чайковского и Арама Ильича Хачатуряна. Мы в первом отделении играем замечательное и не очень часто исполняемое произведение Чайковского «Славянский марш». Потрясающе, я думаю, что в свете последних событий, в том числе политических, я думаю, что это произведение как нельзя лучше вписывается в нашу реальность нынешнюю, особенно в связи с тем, что происходило на Олимпийских играх и так далее, потому что эта музыка, она настолько сильная внутренне и в полной мере отражает наш русский характер. В этот же день на сцене Большого зала Ленинского мемориала выступит Московский государственный академический театр танца «Гжель». Танцевальный ансамбль был основан известным хореографом, народным артистом России Владимиром Захаровым. В 1988 году, к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов – «Гжели». В течение всей своей творческой жизни Владимир Захаров изучал богатые культурные традиции различных регионов России. Сегодня собранные им сведения, народные мотивы и образы легли в основу многих танцев и песенно-танцевальных картинок. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.